Ребята, всем привет! Мой влог начинается с аэропорта. Сегодня у нас ранний самолет в 10.55 в город Ираклион. Полетим мы на Эгейских авиалиниях. Я еще не летала такими, но сказали, что они входят в топ-100 авиалиний мира. Надеюсь, что все придет замечательно. Полет наш составит 3 часа 40 минут. Я офигела от этой инфы. Я была уверена, что максимум 3 часа нам лететь. В общем, сегодня уже у нас будет экскурсия. Кто не в курсе, мы летим вместе с Тест-Дур. И я безумно счастлива, потому что прошлое путешествие было в Испанию вместе с Кариной. И с Тест-Дур, конечно же. И оно было просто, наверное, лучшим за всю мою жизнь именно путешествием. А в этот раз мы со Славой, поэтому влог тоже будет не менее интересный. Так что приятного просмотра! Ну что ж, ребята, мы приехали в наш замечательный, просто я бы сказала, шикарнейший отель. Тут такой ресепшн очень классный, потому что все такое, знаете, минималистичное, очень стильное. Мне безумно такое нравится. Очень здорово. А еще я хочу вам показать то, на что я уже положила свой глаз. Посмотрите! Я сейчас кому-то шею сверну от этой красоты. Очень круто! Мне так интересно увидеть наш номер, ребят. Вау, такой воздух! Наконец-то я приехала в лето! Это шикардос! Слушайте, очень классный отель. Посмотрите, какая я крутая. В черных штанах. Нам подарили именные ручки. Вот моя. Ребята, я не могу в это поверить. В общем, мы уже приехали в наш номер. Девочки сейчас поедут смотреть свои номера. А я покажу вам сейчас наш номер. Надеюсь, вы готовы? Потому что он просто офигенный! Во-первых, что мы видим? Это мужчина в ванной, который смотрит телевизор в зеркале. Тут у нас туалет, беде, все как надо. Телефон по всем стандартам. То, что я люблю. Очень-очень крутой дизайн. Здесь такая ванная. Также есть душ. Видите вот это окно? Жалюзи закрываются. Здесь есть цветотерапия. Вон она. Я кручу-верчу, меняю цвета. Любое, какое хочу. Спальня. Огромная, шикарная кровать. Просто нам сейчас все рассказывали, какие тут кнопочки технологии есть. Тут все просто на высшем уровне. Это самый крутой отель, который я когда-либо видела в жизни. Потому что у нас свой личный бассейн. Ребята, у меня такого никогда в жизни не было. Господи, я хочу делать миллионы фотографий. И я буду делать миллионы фотографий здесь. Это так круто. Правда. Вот в такие моменты думаешь, а хорошо богато жить, но не запретишь, конечно. Конечно, шикарный отель. Также здесь есть душ. Тут можно сидеть, кайфовать, кушать фруктики, потом купаться. Здесь есть классная функция. Можно включить любой свой трек. Давай. Тут есть блютус. И можно подключиться к телефону. И в вашем номере будет играть музыка, которую вы только пожелаете. Сейчас Слава вам покажет свой новый хит. Не, не, не. Что ты собрался делать? Не надо. Сейчас вы красоту испортишь. Или шею сломаешь. Жесть. Ну все, все. Зай, ты понимаешь, твоя песня, конечно, классная, но она на данный момент не круче личного бассейна. Она офигительно дополняет. Самое главное. Да, дополняет. Информация такая, у нас есть буквально 40 минут, чтобы отдохнуть, переодеться, сходить там в туалет. Я не знаю, немножко накраситься мне. Ну что ж, мы собрались, наконец-таки немножко успели отдохнуть. Шучу, нифига не успели отдохнуть. Все это время я красилась, собиралась, сумку собирала. Весь чемодан перевернула. Вообще, у меня были даже мысли, что у меня кто-то из чемодана достал мои топики и украл. Это был я. Это был Слава. Он достал их на кровати, они белые слились. Я не поняла нифига. В общем, сейчас мы идем на ресепшн, потому что там мы встречаемся в 5.20 и поедем на экскурсию. То, что я сейчас вам покажу, взорвет вашу башню. Конкретно, во-первых, вот наш автобус. Но я имела в виду не его. Я хотела показать вам порт, в который мы приехали. Сейчас мы запрыгнем на какую-то из этих яхт. Ласточку какую-нибудь возьму вот эту, например. И будем плавать, кататься, поедем рыбку ловить, зажарим. Один из, наверное, лидирующих брендов по производству серийных катамаранов. Поэтому можете быть спокойно в плане безопасности. Значит, вы передвигаться можете здесь где угодно, где нравится. Можно сделать либо с правой стороны, либо еще удобнее вот здесь вот с левой стороны, да, пройдя. Как только подниметесь наверх, увидите сверху вот такие вот более надежные, более крепкие металлические рейлинги. За них, соответственно, нужно держаться, когда мы хотим пройти. Плюс там различные веревки, плюс мы руки дальше будем подавать. Я не манился. Впереди катамарана натянута сетка. На ней можно лежать, ходить, сидеть. В общем, все, что угодно, но не прыгать в плане безопасности. Ребята, тут можно спать. Тут можно жить. Смотрите. Ох ты, как круто. Офигеть. Слушай, вообще, я ни разу такое не видела. А там, посмотри, вода. Так. А, них никогда не видно. Да, вода. Слушайте, это так здорово. Я никогда в таком не была. Я так рада, что у меня есть возможность и вам показать, и самой поглядеть. Круто. Вот еще одна. Вышли на переднюю часть яхты. Идут сетки, на которой можно лежать, сидеть. И под нами вода, которая иногда брызгается. Это очень офигенно. Даги! Тебе прям надо в рекламе сниматься. Реклама отдыха. В общем, там нет. Ну, давай. Ой, по твоим содрогающим губам я могу сказать, что там очень холодно. Холодная вода? Ну, прохладная. Отличная идейка. Представь, что ты был на тонущем корабле, и ты единственный, кто выжил. Спасите. Пошел нафиг. За акула. Шучу. Кстати, так начинаются ужастики все. Итак, сейчас я буду погружаться в воду. Я боюсь, но я хочу этого, конечно же. Ладно, погнали. В общем, я постараюсь не намочить голову и косметику измель, но не уверена, что получится. Погнали. За Алис и все. Мы уже покупались, уже переоделись, вытерлись, надели плотен. Все просто зашибись. Уже солнышко опускается совсем. Уже скоро будет темно, мы будем встречать закат. И посмотрите на наш стол. Это что вообще такое? Это что за класс? Креветки, каракатица. Класс. И можете соус там зацик. Пьем шампанки. Усаждаемся заходом солнца. Красота. Конечно. Лиза оценила драть Славы. Позволь. Представляете, наш капитан Сергей оказывается знает Славы, музыку. В общем, мы пришли в номер, чтобы немножко отдохнуть, переодеться, привести себя в порядок Одеться потеплее, потому что на улице уже не такая жара И сейчас мы пойдем в бар Покажу вам свой лук, хотя он достаточно простой, честно говоря, ну нормально Вот такой комбинезон Кто смотрел мой видос распаковку с интернет-магазина, тот узнает этот комбинезон, очень классный И сейчас как раз по погоде будет отлично У меня такая сумочка, курточка на всякий случай Короче, знаете, что я поняла? Это будет вообще открытием для вас, для меня Но есть в блогерских тусовках всякие такие чекули, инстателочки, к которым всегда боишься подойти, познакомиться, поздороваться Я поняла, что я хочу быть такой телочкой Я хочу быть инстателочкой, к которой боишься подойти, потому что думаешь, что она слишком крутая На самом деле я очень простая, добрая, жизнерадостная и общительная, поэтому на самом деле никогда не бойтесь ко мне подходить Здороваться со мной, знакомиться, дружить, в общем, фоткаться, всякое такое Я очень простой человек, который за любой движ, вот, я только хочу выглядеть так А в душе я очень простая, милая и добрая, поэтому несите Я думаю, что по моим видосам, по тому, как я с вами общаюсь, вы и так понимаете, что я простой, обычный человек Ну, надеюсь, некоторые, конечно, не понимают Смотрите, ребят, вы понимаете, да Если ехать куда-то, то только стоит тур Здрасте Что-то по кайфу Готово? Чудесно Ну все, погнали Мы тоже готовы, поэтому погнали Сейчас мы будем ехать задом наперед, это так ловно сильно Я же говорила, что все миксики сожрешь Мы сегодня в Дьюти Фри покупали миксики Сначала думали взять одну, но потом решили взять две, потому что я знаю Славу Он любит быстренько схожить все шоколадки Именно поэтому я мало сладкого ем, потому что его думаю Ну ладно В общем, ехать задом офигенно Мне тоже нравится Такое, знаете, как будто бы в какой-то компьютерной игре в 3D-чках Нет, как будто ты на аттракционе Да В общем, у нас была невероятно крутая встреча Мы познакомились с главными людьми тест-тур от Греции И также познакомились с директором, владельцем этого замечательного отеля Который просто нас всех поразил до глубины души Я хочу сказать, что мы уже пришли домой в номер, выпили по коктейльчику Отлично провели время И сейчас мы будем готовиться ко сну отдыхать Потому что завтра у нас уже в 9 утра выезд из отеля И у нас очень насыщенная программа Я думаю, что вы сами подозреваете, насколько она насыщенная Учитывая, что недавно у меня были влоги из Испании с Кариной вместе с тест-тур И там тоже была супер насыщенная программа Так что здесь все будет то же самое, только больше моря Всем спокойной ночи И следующий день вас ждет Ребята, всем доброе утро Вот я уже накрашенная, наряженная Не могу сказать, что выспалась, но Сегодня новый день Мы пришли на завтрак И сейчас я вам покажу завтрак в нашем отеле Нано Принцесс Вы же в курсе, что я такой ресторанный критик Сейчас посмотрим Но я уверена, что тут все окей Мне тут все понравится Как обычно, знаете, я не привередливая Главное, есть бекон И где-то, наверное, яйцо Где мое яичко с беконом? Сейчас мы найдем вам яйцо Ты главный поставщик яиц Что меня очень сильно порадовало Это вафельки, Зай Иди сюда, тут есть вафельки Это вафельки? Это что? Вафельки Это вафельки? Все, не отвлекай меня Какие-то штучки Сырочки В общем, закусон Колбасочка Овощи Фрукты Мюсли Молоко Творок Компоты всякие Соки В общем, сухофрукты Фрукты Ну и тут, понятное дело, уже основное блюдо Здесь что-то закрытое Но здесь как раз-таки скрэмбл Ну, этот, омлетиус, короче Сосисочки, бла-бла-бла Бекончик, который я сейчас возьму Тут даже есть гриль для хлебушка Красночки мои любимые В общем, сейчас это возьму Буду кушать О, и сейчас есть вкусняшки, печенюшки Хлебушек В общем, мы решили заехать в номер Чтобы взять сменный лук Слава тоже переоделся Потому что у него была слишком темная майка Но, в принципе, что ли? Посветлее, да, ничего Кстати, знаете, что я не сделала? Я не намазалась солнцезащитным кремом Это нельзя делать Но я его взяла с собой Я думаю, что на лодке намажешь Ой, так надоело Это богатая жизнь Ловки, яхты, понимаете? Так сложно Так, ребята, смотрите На чём мы Так красиво Такая чистая, прозрачнейшая просто вода Так хочется искупаться У нас, кстати, есть купальники Я думаю, что Сегодня мы тоже будем купаться Потому что Почему нет? Сейчас, наверное, мы будем купаться Блин, просто вода офигенная Она такая прозрачная Боже, это такой кайф Это такой кайф Я не знаю Это восхитительно Я просто сейчас сяду, знаете, и буду наслаждаться Холодная Блин Ты привыкла, Лиз? А? Привыкла? Ну да Привыкла Нифига ты прыгнул Страшно, я боюсь Она холодная Средиземное море Но Эгейское Оно входит в состав Средиземного тоже А ну вот это как Критское Это южная часть Эгейского Его критяне называют Критское Ну кайф вообще Агиос Николаус Да Сколько ему лет там? Город Рыбаков Построили 120 лет назад Совсем недавно по греческим меркам Ну и вот за это время увеличился в 100 раз Из 150 человек до 15 тысяч Ммм, здорово Считается самый спокойный, безмятежный городок Очень красиво Помните мой влог из Испании? Чем-то напоминает, да, вообще? Такая я вообще У меня все везде чем-то что-то напоминает Сейчас мы будем гулять по городу А потом мы поедем в горы И у нас там будет какой-то обед Очень интересный Смотрите, кого мы встретили Какой миленький Так они же изначально-то были домашние Это вообще домашнее животное Но здесь они просто одичали А, это не чьи? Нет, не чьи Там им строят домики Вон там виднеется Будка такая С обратной стороны озера Мне нравится, что он просто сидит Да, и они тут живут как бы в дикой природе В общем, гуляем по городу Улица, где много магазинчиков Знаете, что самое крутое? Что мы сегодня оставили все свои деньги дома Мы подумали, зачем они нам? Зевс и Европа Да, он, чтобы ее похитить Он приуратился Быка Она ничего не подозревала, конечно Он в виде красивого быка Прямо из моря вышел На территории современной Сирии И начал потихоньку в ней подбираться Молодая баранина Которая запечена На оливковых дровах Это очень важно В дровяной печи Гретьяне уверены Что оливковые дрова В дровяной печи Свои ароматические свойства Передают мясу Поэтому мясо самовкусное Надо поджаривать именно на оливковые дрова И, по идее, это разные рецепты В духовке, в печке Это один рецепт А вот там слева Это рецепт антикресто Баранина такая Готовится не меньше 3-4 часов И сюда в антикресто нельзя использовать Никакие специи, кроме соли Передо мной такая равнина Тысячи мельниц Прямо вижу все тысячи Вот посчитал Тысяча, девятьсот девяносто и восемь Тысяча Вот так Сейчас покажу Сюда мы приехали Потому что здесь находится Какое-то чудо-ресторан Кстати, мы только что были в церкви И взяли вот такие браслетики В общем, мы пришли на ужин Уже даже поужинали Я только сейчас про вас вспомнила Не обе сути Суть в том, что я была очень разъярённая Из-за инстаграма, который упал У меня вслетело очень много историй Который я записывала около бассейна И такая тебе Привет, я около бассейна Мне так круто, ребята Посмотрите на меня Всё это слетело И вы не узнаете, как круто мне было Потому что истории эти не сохранились Я думаю, а он не хочет А, ну вы во влоге так узнаете Но в данный момент В прошлом, понимаешь Вы не увидели этих историй Меня это очень сильно обломало Потом я обломалась второй раз Когда оказалось, что зарядный блок Вот этот красивый Который я, кстати, купила в Испании Не заряжает нифига Поэтому сейчас на моём телефоне 4% И меня это очень сильно бесит Потому что сейчас такая атмосфера Когда просто идеально Сидеть, обрабатывать фотки Чтобы это не делать перед сном Или завтра утром в машине Завтра не будет такой возможности Потому что у нас будет сафари И будет точно не до обработки фоток Вот Мы приехали в отель В соседний И тут очень громкая музыка Но громче музыки Здесь пиццы Они как будто бы мне уши сверлят Нас посадили за стол И тут такие танцы прикольные Едем обратно в номер Мы потусили чутка Но мы, как я понял Мы ушли с самого почти начала Для нас это уже прошло очень много времени А у них это чисто такое Это разгоночка Это называется прелюдия немножечко В общем, очень красиво пели Просто восхитительно И я просто удовольствием осталась Прям до самого конца Мы сейчас раньше уезжаем Но из-за того, что нам рано вставать И нужно ещё помыться Собраться, подготовиться к завтрашнему дню И побольше сегодня хочется поспать Потому что вчера, точно сегодня Я вообще не выспалась Вот так же, как мы летели буквально Поэтому хочется побольше поспать Чтобы более бодрым И быть так, как завтра у нас вообще Мне кажется, ещё более насыщенный день будет Потому что будет сафар и всякое такое Так что на этой весёлой ноте Я с вами прощаюсь И до следующего дня Ребята, всем доброе утро Сегодня я начинаю с вами день Не в отеле, а уже на месте Где мы сядем на наши джипы сафари Потому что у нас сегодня будет тут экскурсия Точнее, на этих джипах Мы проспали завтрак Это было ужасно Стали мы от того, что наш организатор И Лиза, блогер-девушка Стучали нам в дверь Просыпайтесь, выедете или нет? Ну, короче, очень тупо Я такое не люблю То есть я проснулась Вместо 7, да? У меня ещё на 6.55 был будильник 8.26 Как вы думаете, это вот сколько? Когда я рассчитывала время на сборы, да? Но всё-таки мне удалось собраться Выпрямить волосы, накраситься Хорошо, что я со вчера ещё знала, что надену и всякое такое Но это неприятно, потому что на завтрак мы не попали С нашими девочками Но главное, что мы со Славиком будем вместе Мы зашли в кафешку, чтобы взять капучинки Либо колу, мороженое Потому что в наших джипах сафари можно пить, кушать Что хочешь можно делать Поэтому, возможно, мы обязаны Мне пришлось сидеть вот так вот, чтобы волосы моим лицом не сильно не летели В общем, сейчас мы поедем к каким-то скалам Где очень сильное эхо То есть я могу что-то крикнуть И три раза я должна услышать эхо И я сейчас сижу всю дорогу и думаю, боже, что мне крикнуть, что мне крикнуть Понятное дело, что я буду кричать не один раз И я сразу вспомнила видос, какую-то серию Кахи Где они в горах тоже стояли и кричали, типа, лох, лох Он такой, кто лох, кто меня лохом назвал? И я хочу тоже, короче, какую-нибудь такую смешную тему сделать Но пока не знаю, что Можно кричать, что подпишись, подпишись Это будет офигенно Короче, сейчас доедем, буду всё вам показывать Дорогу сильно не показываю, потому что трясёт вот так вот ветер У меня все волосы, блин, в лицо летят И больше всего я жду, когда мы пойдём купаться Потому что у меня так жарко Когда мы останавливаемся, либо едем медленно, очень жарко И ещё на меня солнце падает Купец как сильно Я просто уже, мне кажется, я сейчас сгорела Милашки Спокойно пасутся, дорогу находят домой самостоятельно Сейчас будем пробовать Позови Зевса Давайте позовём Зевса Зевса круто, кстати ЗЕВС! Этот камень, он не такой... Красота... Интересно, а хорошо, когда твой организатор такой отвязный? Я не боюсь, я первая Ребята, залезаем на камень Чего не сделаешь ради фоток, ребят? Жизнь своей рискую Ну-ка быстро оценили мой инстаграм Ой, красиво, жарко только пипец Вот там гору видишь? Вижу В общем, сделали классные экстремальные фотки Всё, я просто теперь конкретный тревел-блогер Поняли Он такой Я слышал, что ты мне кричал Это ты мне кричал? О, привет В общем, мы закрыли вот эти штучки, чтобы солнце сильно на наслух падало Смотрите, кого мы встретили, а Очень жарко, едем дальше, на другую локацию Мы едем в то ущелье Приехали в такое местечко К пляжу Здесь в основном тусуются только местные Которые приезжают сюда с воздухами И здесь, как вы можете видеть, почти нет людей То есть это не такое вот место, как обычный пляж для всех Только для избранных У нас небольшая остановочка, чтобы помыть ручки Сходить в туалет Дальше по программе мы будем готовить сыр Добро пожаловать, говорит Это козий апокалипсис Пипец Чё? Афиг Уходи давай Ну-ка быстро давай Послушай, сэр На эту машину Ребята, это очень страшно, хочу вам сказать Здравствуйте, я приехала из Москвы, чтобы взять у вас козлячье интервью Не переживайте, я вас не обижу Я лишь хотела спросить, как вам живется в таких местностях В горных атмосферах Насколько сильно вы любите кукурузу? По-моему, она очень любит кукурузу Только не на меня Вау Ты был рожден для этого Ну, как ощущения? Шикарно Интересно, каково той козе? Очень приятно Дело в том, что козы Они вечером Они очень хотят себе их подоили Не-не-не Не-не-не Они все встают в ряд Здесь можно подвесить мешок какой-нибудь и вот так его носить Или два мешка и вот так носить как-то Нет, не твое Ааа, я почти ее достал Ааа, на пасту, ты куда? Вот доить? Твое Короче, подлухнувались с козами А сейчас нам будут показывать, как варить сыр Стэлио спрашивает, все ли четыре бутылки молока Мы превратим сегодня сыр Ну вот, вырезаем Я не буду Я чуть-чуть попробую кусочек, не надо прям все бутылки Семь-восемь будет вариться молоко Минут сорок Оно уже твердо, твердеет, да? Оно еще пока твердеет не будет, оно затвердеет резко за одну секунду Когда доведет до кипения То есть, вот будет 100 градусов, мы нальем туда лимон, и сразу же в следующую секунду это превратится в сыр. Так, превращаем молоко в сыр. С помощью лимончика. Вот эту массу похоже на творог. На бурату. Да, потом погружают корзиночки. В этих корзинках несколько дней он потихоньку застывает, затвердевает. В два раза становится легче. А после этого можно его отправить в погреб. Очень необычно. Какой? Такого фукуса прям нет, я ощущаю молочко. Слава, вы неправильно пробуете. Есть правило, смотрите. Надо набирать на вилку, набирать сыр. Набрал. Так, посмотреть на Ливийское море. Смотрю. Потом взгляд на Стеллиоса перевести. Смотрю. Потом опять на Ливийское море. Смотрю. Потом сделать так. И съесть сыр. Вкусно соль. Лучше. Солью вкусно. Вот в той пещере мы только что сидели, тусовались. Вау. Сейчас наконец-то мы поедем обедать, а потом купаться. Я жду этого вот весь день с момента, как мне стало очень жарко. Обед. Вот, долма. Это без мяса. В отличие от кавказского долма, наверное, делается без мяса. С рисом, да? Виноградные листья. Да, козье мяско. Картошечка, салат, я буду, конечно. Да, но я тоже попробую. В общем, мы пришли купаться. Надеюсь, что вам меня будет хорошо слышно. Что я могу сказать? Я залезла в воду, и она просто ледяная, клянусь. Вот здесь как-то в шёпках, кстати, приятнее заходить. Я это сделаю или нет? Ой. Нет, она вообще реально холодная. Вот если к ногам ещё норм. Ой, как холодно! Соберись с тряпкой. Нет, всё. Я дойду до Славы, который ушёл на конец пляжа. Подальше от занудных девчонок. Он сказал, что я как бабка, потому что я ворчу. Говорю, поподкинь меня. Не знаю, смотрели вы интервью Маше Хребко со мной, со Славой? Вот они такие милые. Но мы на самом деле милые. И мы, кстати, можем часто ругаться. Ну, как сказать. В общем, мы не держим негатив в себе. Через пять минут-то забывается, и мы снова счастливы вместе. Вот видите, о чём я вам говорила? О чём? Неважно. О чём? Я говорю то, что мы поругались, друг друга бесим. У нас это часто бывает. Мы не держим зло внутри. Но зато через пять минут у нас всё в порядке. Я хочу в бассейн, тёплый. Когда здесь покупаешься, минут пять-десять привыкаешь. Я не спрашиваю, ты не буду. Здесь как в бассейне, только лужа. Я уже только что садилась, если не видела ещё раз. Да, я видела. Все хотят, говорят, пожалуйста, Юлю, говори славу. Мы так все хотим поехать. Да, если так хотят, погнали. Да? Да. Просто я думал тебя пофоткать. Нет, ты же меня уже так отпали пофоткал. Ты куда? Что? Я тебя нормально пофоткал. Не, вот видите, мы опять сейчас ругаемся, а потом опять помиримся. Мы ругаемся из-за фоток, чтобы вы понимали. Из-за фоток и видео в Инстаграм. Ой, боюсь, боюсь. Чтобы вы понимали, тут нет сети. Я не говорю про интернет, про Wi-Fi. Тут просто нет сети. Люди тут живут. Мы с Лизей говорили о том, что мы бы сошли с ума, мы бы не смогли тут жить. Поедем обратно? В общем, буквально пару слов про храм, пещера, сделанная руками человека. Относится к так называемым антропогенным. Такие пещеры выдалбливали поздний каменный век, период неолита. То есть люди где-то 10 тысяч лет тому назад в этих пещерах, они селились. Дедушка Христа, когда мы у него спрашивали, он говорит, сколько себя попомнили его деды и прадеды, здесь всегда была церковь. И пастухов, когда спрашивали, они говорят, сколько себя помнят наши деды и прадеды, здесь всегда была послушная хижина. Мы им в какой-то момент устроили очную ставку, выяснить, в чем правда. Оказалось, что оно одно другому, смотрите, не мешает. Это может быть церковь, а и одновременно, по надобности, туда могут приходить пастухи, прям там внутри, встреча, вечер, вечер, спать, покушать, отдохнуть, переживать, там то, что. Ребята, всем привет, новый день и сегодняшний наш день, релакс-день. Так что сейчас придем к морю и я вам покажу. И вот он пляж. В общем, мы пришли в номер, покупались. А, вы видели. Повалялись немножко, поотдыхали. Я уже собрала чемодан, потому что сейчас где-то полшестого, в семь у нас ужина, в восемь за нами приезжает автобус и мы едем в аэропорт. Самолет у нас 22, что-то 40, по-моему. Лететь дофига, прилетим поздно ночью, будем типа где-то в два с половиной, не знаю, часа ночи. Кстати, в эту поездку мы со Славой взяли один чемодан на двоих, потому что мало дней мы решили не заморачиваться с двумя. Очень удобно, правда, все у нас прям впритык. Но чем мне нравится брать средний такой чемодан, не самый большой, потому что его как-то не забьешь, он не будет весить больше 20 килограмм. Это замечательно. Так что вот сейчас сидим здесь, кайфуем и, наверное, прогуляемся, пофоткаемся на территории отеля, потому что есть время. Я очень рада, потому что обычно я психую, когда нет времени всякое такое. Красиво тут, конечно, очень здорово, погодка хорошая, не хочется уезжать, но что поделать. Если вам понравилось это видео, то поставьте пальцы вверх, подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Мне будет очень приятно, буду очень счастлива вашей подписке. И будьте счастливы, здоровы, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok